всем привет сосед отдал мне свое старое сломанное удилище которая как он сказал выбросить жалко ремонтировать ему некогда а я как раз люблю заниматься такими делами поэтому сейчас мы его починим у него я так понял выломанная донышко сейчас глянем на донышке нет заглушки сюда что-то надо будет придумать обломан первый хлыстик то есть получается нету одного колечка и нет на хлыстике тюльпанчика в принципе здесь ничего сложного в ремонте нету так что приступаю к реставрации отбежал несколько рыболовных магазинов именно вот таких вот заводных колец нужного диаметра я не нашел практически нету их но зато у меня от спиннинга есть вот тоже такой обломанный хлыстик сниму с него вот это вот колечко вклею его и купил тюльпанчик придется немного носик укоротить конечно удилище будет пожестче но это ничего страшного можно будет вытягивать зато крупнее рыбы не боясь что она поломается чтобы с другого сломанного хлыстика снять кольцо вот достаточно просто погреть зажигалочкой нагреть вот этот лак который его покрывает как только начало маленько дымится так вот шатаем и спокойненько его вынимаем как вы видите верхний хлыстик тоже немного обломан поэтому его надо аккуратненько треугольным напильником вот так вот срезать чтобы не повредить волокна и потом немного подточить чтобы налезть сюда тюльпанчик так вот сточил дальше примеряем тюльпанчик надо его сюда подогнать чтобы он очень плотненько входил также это все делаем при помощи обычного надфиля но я думаю друзья как работать надфилем я вам показывать не буду также это можно сделать при помощи обычной наждачной бумаги зажать и немного покручивая подгонять чтобы тюльпанчик плотненько вот так вот насаживается теперь нужно вклеить кольца перед тем как вклеивать сразу нужно собрать всю конструкцию назад так как после вклейки потом она уже не разберется то есть получается вот это вот колечко надо подклеить дальше клеим вот такое вот кольцо и сверху тюльпанчик все очень просто но вклеивать я буду при помощи обычного дешевого супер клея в качестве донышка попробую использовать одну из этих пробок в принципе это можно было сделать при помощи эпоксидки но у меня на двухкомпонентное будет сохнуть сутки на супер клей схватиться буквально через несколько минут смотрим где колечко идет на сужение это и будет у нас перец надеваем немного прокручиваем туда вставляем до конца и ждем когда подсохнет следующее колечко буду крепить при помощи капроновой нитки к сожалению черной нету есть только коричневого в принципе ничего страшного делаю вот такую петельку петельку вниз прикладываю поджимаем колечко начинаю наматывать виток к витку главное плотненько прижимать домотали до конца язычка вот это вот колечко делаем еще несколько оборотиков ниже его дальше отрезаем хвостик и вот этот хвостик вставляем в петлю когда вставили за другой край вот так вот подтягиваем и поправляем чтобы ниточка у нас шла и спряталась вовнутрь протянули лишние хвостики откусываем и теперь вот это соединение также промазываем хорошо суперклеем как вы видите ничего сложного здесь нет суперклей сейчас впитается в капроновую нитку и все будет отлично вот примерно что получилось у меня теперь можно вклеивать тюльпанчик точно также берем суперклей хорошенько промазываем и ставим тюльпанчик залили плотненько вот так вот поджали и ждем полного высыхания вместо утерянного донышка удилища отлично подошла вот такая вот пробка от обычной пэт бутылки она здесь довольно хорошо стала держаться и точно уже никуда не потеряет ну и чтобы моя коричневая нитка не бросалась глаза многое покрою черным лаком лак высох и как вы только что убедились буквально минут за 15-20 работы это удилище которое у соседа лежала без дела у меня снова в строю и послужит я так уверен не одну рыбалку вместо вот этой вот катушки которая у него стояла поставлю сюда без инерционную все отлично можно хоть час ехать на рыбалку донышко тоже держится крепко да даже если вот эта пробка где-то потеряется подобные найти не проблема они валяются даже на берегу от нерадивых рыбаков но на этом у меня все надеюсь что это видео для кого-то было полезным всем пока до новых встреч до новых интересных видео